ПОТОМОК ЗАБАЙКАЛЬСКИХ КАЗАКОВ В двух славных фамилиях Тихоновых и Епифанцевых Эдуард Тихонов занимается поисками своей родословной всего два года, но за это время уже нашел родственников в других регионах и расширил свои знания о предках, исписанные уже две толстые тетради. Доподлинно известно, что его предки пришли на Амур из Забайкалья в конце 19 века. Я казак в шестом поколении, амурский казак в шестом поколении. То есть моего первые казаки из Забайкалья, это моего прадеда деды, прадеда и прабабушки деды пришли первыми сюда. Охрана границы раз, почту туда-сюда возить два, офицеров тоже самое, вестовые, какие-то приказы и так далее три, загодовка дров четыре, а у каждого еще по 10-15 детей, представляете, надо построить дом, вырастить урожай, накормить семью, а кормильцев дома нет, я вообще не представляю, как они выживали. Из архивных документов Эдуард Геннадьевич узнал, что казаки Епифанцевы вошли в состав второй конной казачьей бригады, проживали в селе Урлюнгуй. Тихоновы тоже приехали из Забайкалья, предположительно из станицы Куранджа. Сейчас он ждет подтверждения на запрос о том, проживали ли именно там его родные. Но уже к концу 1861 года они все жили в Амурской области, в станице Игнатьевской. Самая, скажем так, древняя книга, метрическая книга, датируется 1858 года. В ней есть одна интересная запись о Тихонове. Значит, это один из первых Тихоновых, Евстафий Захарович Тихонов. У него рождается, и там в этой книге написано, сын Даниил. Поиски родословной можно вести не только в архиве, но и по интернету. На различных сайтах люди находят друг друга, ищут общих предков. Выяснилось, что параллельно дальний родственник Эдуарда работал в Читинском архиве. Нашел запись о вуколе Епифанцеве. Оказывается, первым пришел его старший сын Козьма в 1958 году. А есть запись. В 1960 году в укол пишет прошение на имя сначала атамана забайкальского казачьего войска, а затем и на губернатора, там прям запись есть, о том, чтобы отложить его переселение на Мур, так как сын Федор не желает пока переселяться вместе со мной. Вот такие записи были. А в это время Федор его уже, Федор Викулович, скажем так, он уже служит в забайкальской казачьей батарее. Ну и как там получилось, я не знаю, но дальше по метрическим книгам уже Федор на Амуре, и уже у него рождаются дети. Федор Викулович, там вот я говорил, Абакум Викулович, а вот мой прямой предок – это Флегонт Викулович Епифанцев. Жена Флегонта Дарья Петровна в девичестве Пакулова. Так в семье породнились еще одной славной казачьей династией. Их дочь Мария Флегонтовна вышла замуж за Николая Тихонова, казака первого Амурского казачьего полка. Бабушка Мариша называли ее все внуки. Она была хранительницей всех семейных традиций. И вот все уже ее там, скажем так, внучки, да, она их всех учила. Внученьки, вы растете, вы казачки, вы должны мужа дойти, выйти замуж, мужа должны почитать, мужа должны любовать и так далее. То есть вот такой настрой, то, что мужчина – это кормилец, это глава семьи, а жена – это хранительница, скажем так, очага семейного. Поэтому как бы и держалось-то, наверное, все на женщине, да, женщина была сильная, но не строптивая. В семье долго сохранялся патриархальный уклад, жили дружно, семьи роднились между собой. Уходя на любую войну там или в поход куда-то, да, с одного, например, села – это была сотня. Ну, не села, а хутора, либо станицы – это была сотня, да, с другого – другая сотня. И вот представляете, все друг за другом были. Нельзя, как предашь, как потом будешь смотреть в глаза своим близким, родственникам и так далее. Поэтому вот эти и семейные, и поселковые хуторские узы казачьи, да, они были очень сильны. Во время поисков родословной открылась совершенно случайно еще одна семейная страница. В Благовещенск приехал человек, который интересовался судьбой Елизаров Легонтовича Епифанцева. Оказалось, троюродный дядя Эдуарда. Он рассказал о судьбе другой ветви рода. Я знал, что моя родова очень большая, да, собирались, ну, это вот понятно. Ну, что настолько большая, когда я вот в архиве собрал, вот, исписал две тетради, третью начал, да, я не знал. И вот сейчас пытаюсь узнать, а где же остальные? У Николая Тихонова прадеда было 12 детей, до взрослого возраста дожили 8, в том числе и дед Эдуарда Геннадьевича Федор Николаевич Тихонов. На этом фото он во время службы в 40-х годах в Хабаровске. В новой истории семьи, истории советского времени, тоже много интересного. Например, судьба Якова Николаевича Тихонова. Ушел на фронт в сентябре 41-го. Долго считалось, что пропал без вести под Сталинградом. В 95-м пришло от поискового отряда письмо, что найдена гильза, и Яков Тихонов похоронен в братской могиле. Но позже один из внуков стал искать сведения о погибших в интернете и выяснил, что Яков Тихонов попал в плен и только в 1944 году погиб в концлагере. Описано, какого года рождения, где Игнатьевка, все по-немецки. Где проживал улица Мастерская 51, сейчас этот дом еще сохранился, это Шевченко 51. Девичья фамилия матери, Епифанцева, все, до чего были немцы педантичны. Из, скажем так, всех Тихоновых, да, из четырех братьев только у моего деда два сына, вот, а из двух сыновей этих только у моего отца я сын один, и у меня как бы есть тоже сын, который продолжает роль Тихона. Без прошлого нет будущего, и надо знать, о чьих корней ты произошел, благодаря кому появился на свет, так говорят наши собеседники. И это правильно. А если вы хотите стать героями нашей программы, звоните 222-733, мы расскажем историю вашего рода. На сегодня это все. До свидания. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова